добрый день меня зовут осман и я расскажу вам сегодня о 3d графики но так как тема очень обширная мы коснемся очень маленькой и часть а именно 3d моделей из чего они состоят какие бывают и соответственно почему они такие они какие-то другие древних времен люди изображали различные объекты вокруг себя вымышленные и и реальные и знаете эти объекты на эти рисунки очень сложно назвать реалистичными поэтому можно сказать что они были двумерные в полном смысле но со временем художники прогрессировали изучали различные техники обучались новым методикам передачи трехмерной сцены с помощью светотени с помощью обработки поверхности работы с фактурами и мы видим уже такую более реалистичную картинку вся эта информация пригодилась когда компьютеры стали мощными и смогли давать очень реалистичную красивую картинку поэтому все что узнали накопили за многие столетия художники используется и по сей день это мы еще в лекции этого тоже коснемся вообще процесс создания 3d контента то есть 3d наполнения любого фильма либо видеоигры это очень сложный и большой процесс и в целом он настолько большой что он называется производством то есть продакшеном и подобно тому как на заводе там тоже есть конвейер и все вот эти виды работ делают обычно даже разные люди и соответственно этому учатся не один год но сегодня мы не будем конкретно на этом останавливаться просто посмотрите как это много и как это сложно и как это круто поговорим мы сегодня о моделях трехмерные модели бывают совершенно разные и коротко пройдемся по каждым из них из них начнем с вокселей воксели или volumetric pixels это 3d изображение 3d объекта которые состоят из вокселей подобно тому как картинка создает из пикселей так трехмерный объект из воксельной сцены состоит из вокселей то есть это такая маленькая частичка из которой состоится сцена и чем меньше вот эти пиксели тем пиксель вокселей тем более детализирована будет модель и соответственно эти воксели можно также сравнить с нашей вселенной потому что у нас тоже все стыка из маленьких частичек которые называются атомы также воксели имеет интересное очень свойство они не пустые внутри и содержит также структуру те же воксели следующий вид трехмерных моделей это облака . облака точек это большое количество точек который получается либо в результате сканирования с помощью специальных сканеров трехмерных либо с помощью фотограмметрии то есть процесса при котором 3d модель получается после огромного количества фотографий и обработки специальной программе особенность этого этого представления трехмерных моделей в том что это просто точки они никак между собой не связаны и они просто имеют позицию и часто цвет и все больше ничего еще один вид 3d модели это кад модели которые используются в сапрах то есть системах автоматического проектирования таких как автокад solidworks южен 360 и прочие о них можно много говорить но ограничимся тем что обычно они используются там где нужна очень высокая точность поэтому очень широко используется в автомобильной и авиапромышленности и наконец наши полигональные модели полигональные модели больше всего используется сейчас в современном 3d практически ни одна игра да практически все трехмерные игры состоят из полигонов то есть содержатся полигональной модели также все кино вся киноиндустрия которая использует cgi то есть компьютерное сгенерированное изображение на основе трехмерных моделей также используют полигональные модели рассмотрим их структуру они состоят из вершин или вертексов или точек которые между собой соединены ребрами образующие грани полигоны соответственно потом и поверхности здесь вы видите типичную 3d модель еще раз пробежимся вот эти синие точечки это вершины белые линии это ребра и соответственно зеленая поверхность образована полигонами полигональные модели получили очень широкое распространение в мире 3d по многим причинам одна из них это то что с помощью полигонов можно показать практически любую модель то есть любой объект повторить например автомобиль также они очень удобны тем что компьютер их очень быстро просчитывает за счет упорядоченной структуры и удобной в хранении в памяти вот например здесь вы видите пример полигональной модели из компьютерной игры она достаточно простая но выглядит сложно ну что на нее наложены текстура с прозрачностью который дает большую детализацию и таким образом выигрывается мы увеличиваем производительность приложения производительность в компьютерных играх крайне важно и вообще все в компьютерных играх состоит из полигонов даже то что на первый взгляд не кажется то есть солнечные лучи это тоже полигональные сетки на которые натянуты специальные текстуры и это еще один пример полигональной модели ее отличие в том что она очень высокополигонально очень детализированно состоит из более чем миллиона полигонов и все вот эти мелкие детали они созданы именно геометрии то есть состоят из этих же точечек грани вершин и прочее так как тема у нас анатомия 3d модели то нырнем глубже и изучим каждую деталь которая из которой состоит любая трехмерная модель здесь перечислены основные данные первое первые данные которые присутствуют в любой 3d модели это позиция каждой точки то есть если у нас миллион полигонов модели миллион точек то у каждой есть позиция потому что это определяет ее форму в пространстве следующий интересный объект это точнее данные в модели это нормали в отличие от вокселей которые имеют внутреннюю структуру полигоны и полигональные сетки это просто лишь каркас габариты которого очерчены точками соединенные ребрами и на них натянуты как бы полигоны и соответственно внутри они совершенно пустые если мы залетим внутрь этой модели то мы ничего не увидим потому что она рисуется только с одной стороны эту сторону которая будет отрисовываться определяется с помощью нормалей то есть то куда смотрит нормале там полигоны будет рисоваться вот пример того же чайника с визуализированными нормалями как вы видите из каждой точечки торчит такая синенькая синий вектор который определяет нормаль нормале вообще это из курса школьной геометрии это перпендикуляр касательной поверхности но в 3d графики они чуть-чуть по-другому работают но в целом видно что они действительно перпендикулярны этой кривизне этой поверхности вот пример нормали направлены внутрь модели как я говорил она отрисовывается только с одной стороны здесь нормали направлены внутрь модели и поэтому мы переднюю стенку не видим а видим только заднюю такая вот такой странный чайник также нормали крайне важны для того чтобы компьютерная программа которая визуализирует изображение могла правильно его отрисовать произвести правильный шейдинг шейдинг это алгоритм по которому происходит светотеневая обработка поверхности модели то есть только по ней блики света распространяются на английском языке шейдинг вот принципе пример шейдинга для художников то есть на английском языке для художников это означает светотеневую проработку существует большое количество различных алгоритмов шейдинга их там больше десятка и они бывают совершенно разные интерполяционные или основанные на расчетах каждого пикселя в данном случае это вот наверху гуло и фонк шейдинг алгоритмы шейдинга отличаются друг от друга тем сколько ресурсов у компьютера они занимают и насколько реалистичный дает результат как я уже говорил в основном используется интерполяционные алгоритмы это такие алгоритмы которые используя несколько разбросанных данных вы допустим вот этой грани и вот этой освещенность могут простроить среднее положение между ними достаточно просто с помощью например линейной интерполяции с помощью нормалей мы можем управлять поведением света на поверхности то есть вот здесь вот мы видим рублены цилиндр кстати здесь изображен абсолютно одинаковые они абсолютно одинаковые все эти три цилиндра они ничем не отличаются кроме поведения света на ней которая задается нормальными здесь мы видим усредненные нормали поэтому алгоритм шейдинга пытается сгладить и здесь тоже блик то есть такая непонятная форма получается здесь же мы видим одну сглаженную поверхность ведь и нормали усредняют как бы поведение света а здесь нормальные направлены перпендикулярно поверхности и параллельно друг другу поэтому получается плоский участок то есть таким образом мы создаем иллюзию того что этот объект он более детальный чем он есть на самом деле на самом деле он вот такой вот восьмиугольный а здесь он выглядит гораздо более сглаженным следующий элемент который содержится в во всех практических моделях но он уже не обязательный это цвет каждая першина может содержать себе цвет как это используется совершенно по-разному например существуют игровые приложения в которых не используются текстуры вообще то есть используется только цвет сеток и они такие одноцветные разноцветные очень просто выглядит также здесь используется видите здесь затенение она запечена прямо в модель то есть либо художник либо покрасил либо специальный алгоритм записал информацию о тенях внутрь модели то есть это не сетка текстура абсолютно одинаково отличается только отличается только моделью информацию в вершинах также очень часто используется для смешивания различных текстур в компьютерных играх современных вот здесь вы видите смешивается текстуры плитки и травы с помощью цвета вершин то есть это используется как маска учат будет очень интересно но не будет потому что просто посмотрите на эту диаграмму и вы поймете что представление одних это кстати все касается представления только полигональных сеток там если про воксель еще говорить и прочее то есть сейчас мы сконцентрировались только на полигональных сетках и даже их представление существует огромное количество ограничивается лишь тем что зависит но от того для чего используется это представление например если нам нужно просто сохранить 3d модель используется одно если нам нужно редактировать 3d модель то другое если быстро отрисовать то третье мы разобрались как выглядит наш 3d объект что у него есть шейдинг что даже свет по нему как-то играет но чего-то не хватает а не хватает нам текстур да но тут не так все просто поскольку для того чтобы двумерная двумерную текстуру она является двумерным объектом наложить на трехмерный объект нам нужно сделать специально подготовительную операцию которая называется развертка также иногда вот может вы знаете в компьютерных играх различные текстурки называются скины и называется это потому что они похожи на кожу вот персонаж у которого сняли кожу вот если мы нарисуем для нее текстурку или несколько видов то будем называть это скином то есть это вот из английского языка перекочевала такое понятие давайте подробнее вот у нас была трехмерная модель и здесь мы получили и и двумерное представление для того чтобы получить вот это двумерное представление из трехмерной модели нам нужно эту трехмерную модель порезать поэтому мы делаем надрез здесь 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 и вы видите что то здесь у нас разрывы происходят. Таким образом, мы разворачиваем объект трехмерный. Вот еще один пример развертки из реального мира. Хотя это тоже трехмерная программа, но это неважно сейчас. У нас есть трехмерный объект штаны и двумерная развертка. Раскройка, выкройка, да, это так называется. И еще один пример — это глобус, который, ну, наша Земля является трехмерным объектом, а карта является двумерным. И ее надо было как-то нарисовать. И, соответственно, воспользовались той же процедурой. Подытожим. В вершинах хранится практически вся необходимая информация. Поэтому их можно считать королями 3D-сеток. Давайте вспомним, как выглядели компьютерные игры очень давно. Они были ужасны. Хотя на то время это тоже был технологический прорыв. Но проходят годы, и теперь графика в играх становится все круче, все круче. И почему же так? Откуда взялся этот прогресс? Сложно сказать. На самом деле вот этот заголовок, он не совсем правильный. Потому что эволюция происходит не только благодаря технологиям. Благодаря технологиям мы лишаемся лишь технологических ограничений. Но не стоит забывать, что появляются целые институты, которые учат людей, которые появляются профессионалы, которые десятилетиями оттачивают свои навыки. Если вначале 3D-модели рисовали, грубо говоря, программисты, то теперь этим занимаются профессиональные художники. Не хотел никого обидеть. А вот наглядное представление того, как технологическое ограничение, хотя картинка, конечно, не отсюда и не об этом, но все же, как технологическое ограничение влияет на вид модели. Здесь мало полигонов, здесь много полигонов. В современных играх используется уже огромное количество полигонов, точек, вершин. Как вы знаете, вершины, точки, это то же самое. Уже доходит количество до миллионов. И текстуры также весят уже гигабайты в памяти. И все это благодаря развитию, конечно же, железа. Ну и софт тоже не отстает. Соответственно, это просто еще один пример трехмерной модели. Как вы видите, даже любимые персонажи из любимых игр состоят из тех же точек, ребер и треугольничков. Конечно, любая игра, любой фильм – это не просто набор трехмерных полигонов, точек. За этим всем стоит очень строгий художественный надзор. Очень много людей, очень квалифицированных, работают над этим, чтобы получить финальную картинку. Но можно сказать, что многого мы добились за последние десятилетия благодаря развитию всей нашей индустрии. И могу сказать, что это только начало. Спасибо. А вот вы показывали высокополигональную модель машины. Она была такого бежевого цвета. Сколько приблизительно времени уходит на создание такой модели? Сложно сказать, зависит от квалификации исполнителя. Ну, думаю, что часов 80 где-то так. Где-то так. 80-90 часов. А какой механизм создания подобных рисунков? Они прописываются вручной или есть какие-то врученные способности? Когда-то давно, да, все это создавалось вручную. Но, как я говорил, прогресс не стоит на месте. Сейчас появляется все больше программных комплексов, которые позволяют все удобнее и удобнее создавать трехмерные модели. И да, сейчас они создаются в специальных редакторах, которые очень просто и легко позволяют манипулировать огромным количеством вершин, то есть создавать полигоны. Но банально, если так говорить, то практически каждую точку, которую мы видим на трехмерной модели, в принципе, ее человек вручную ставил. Двигал. Это работа такая. Двигать точки. 3D-моделлер называется. Ну, в общем смысле, да. Скажите, пожалуйста, я скажу, почему не правильно. Давайте вы сначала, а потом вы. У вас, наверное, многие пользуются всей интернетом, часто слышали такое выражение «застрял в текстурах». А вот как раз у нас презентация лекция на эту тему, а можно ли, можете рассказать, из-за чего такое возникает? Да, могу. Это связано с особенностью устройства компьютерных игр. На самом деле «застрял в текстурах» — это совершенно неправильная формулировка, поскольку «застрял в текстурах» нельзя, так как текстура — это просто 2D-изображение, которое спровоцировано на трехмерный объект, а застревает в коллайдерах или в коллижен-мешах. Коллайдер в трехмерной графике — это специальный объект, тоже, кстати, трехмерная обычная полигональная сетка, которая покрывает практически все объекты на сцене и которая ограничивает для физического движка перемещение. То есть персонаж у нас обычно выполнен в виде такого капсулы для упрощения расчетов, и он сталкивается с плоскостями и кубиками, то есть стол можно сделать кубиком, и когда ты подходишь к нему к этому кубику, то физический движок не позволяет тебе пройти. Но иногда художник забывает поставить на нужном месте точечку, и там получается щель. И если очень удачно встать, вот эта сфера коллижен умудряется туда провалиться. Между стыками. Так как если художник допустил ошибку, ну художник технический, который расставлял вот эти коллижен мэши, то там появляется дырка, и в него можно при определенном стечении обстоятельств проскользнуть. Так же это бывает, если скорость очень высокая на сцене, поскольку физический движок дискретный по своей сути и просчитывает только, ну скажем, 0,5 миллисекунд, допустим, или там 15 или 30 миллисекунд — это его дискретное время. Если за это время вы влетели внутрь этого коллайдера, удар не будет засчитан, и вы будете уже внутри земли этой, ну то есть или объекта, или падать вниз бесконечно. Ну как бывает тоже. Вот с этим связано. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет игр с полным погружением? Вот каким образом там могут создавать графику вот эти все NPC и прочее? Это, конечно, уже как бы такой просмотр в будущее, то же самое? Вы имеете в виду VR или что? Ну сейчас в Корее, Китае, вот производятся разработки игр с полным погружением. Ну это когда люди одевают специальные выборы и полностью погружаются в игру. Ну в VR, да, виртуальную реальность. Виртуальная реальность производится графика. Точно так же абсолютно, ничем не отличается. Там единственное, что, если мы говорим про VR, то особенность VR в том, что там рисуется абсолютно такая же трехмерная сцена, но есть нюанс, что там очень жестко связанные датчики, которые отслеживают физическое положение головы, и когда мы двигаем, то 3D-камера, которая находится в виртуальной сцене и рендерит, то есть визуализирует эту сцену нам вот перед глазами, она так же синхронно двигает этот мир. Из-за этого мозг обманывается, и он думает, что он внутри этой сцены, потому что, ну, мы привыкли, что мы когда двигаем головой, то мир двигается. Соответственно, ну, помимо прочего, да, там, конечно же, еще разделяется картинка, и, ну, именно технически, с точки зрения визуализации и обработки вот этих 3D-сеток, там абсолютно все то же самое. Единственное, что требуется очень высокая производительность, и мы опять возвращаемся назад. А требуется производительность высокая потому, что когда мы смотрим на наш реальный мир, мы не видим тормозов. А если мы видим тормозов, особенно когда быстро двигаем головой, нас начинает тошнить. То есть, ну, в буквальном смысле, многие в комплекте с VR-шлемами предоставляли тазик, допустим. То есть, ну, сейчас это как бы исправлено, но требуется минимум 60, а желательно 120 кадров в секунду. И опять мы возвращаемся к теме, почему полигональные сетки и прочее. То есть, вот эти все наши новшества технологически, очень мощные видеокарты, опять их поставили на колени, потому что нужно рендерить еще больше картинку, уже 4К, разделять ее для двух глаз немножко по-разному. Это двойной проход, то есть, по сути, удваивается количество. Сейчас, конечно, делаются всякие оптимизации для этого, но все-таки это очень большая нагрузка. И, как бы, опять же, все возвращается на круги свои. Ну, чисто технически модели абсолютно такие же. Я думаю, что любую практически трехмерную игру можно запустить на таком шлеме. Скажите, а на каком софте сейчас топовые компании делают? Maya 3D Max. Два топовых софта. А железо какое там? Железо игровое используется, насколько я знаю. Есть профессиональные, есть... Ну, это вот отдельная тема. На самом деле, да, создание... Для работы или для... Я имею в виду вот самое топовое 3D-изображение. Для работы, потому что есть разница. Мы говорили о компьютерных играх, тут одно дело. Для, допустим, фильмов и мультиков там немножко другой подход. Там есть понятие workstation, то есть, когда человек работает над какой-то одной моделью. А потом эта вся работа собирается вместе, и она направляется на рендеринг финальный, то есть, когда получается конкретная уже картинка. И вот этот финальный рендеринг, это... Ну, там, если я не ошибаюсь, там участвовал 50 тысяч процессоров для рендеринга последней сцены. Вот, по-моему... Ну, как последний из тех, что я читал, это мультик Верх. Они использовали около 50 тысяч процессоров для рендеринга. Я могу ошибаться, но там огромное количество, огромные ресурсы используются. И это распределенная сеть, которая хорошо параллелится на множество компьютеров. И там они занимают, ну, огромные залы, и они вот рассчитывают эти картинки. Еще вопрос. А обязательно ли быть художником? Ну, это зависит от того, что делать. Чтобы делать персонажей, конечно, желательно быть художником. Если делать бочки и прочие пропсы, то как бы не обязательно. Достаточно хорошо делать бочки. Ну, я думаю, что... А в точке тоже надо быть. Да, я думаю, что это в любом случае не помешает. Ну, то есть это, в общем... Да? Вы прошли, мне подозрали, что он работал, что он вышел в безумную красоту, что называется, дети против волшебных, потому что я не слышал их вложить детей. Да, он журналист не только по своей идее, но и по реализации. Там была такая графика, но, по-моему, она была просто кошмарная. У вас был один слайд, который, как будто, там был персонажей. Первый персонаж, может быть, максимум второй, это то, что у меня было в фильме 19-го и 16-го года. И вот мне просто интересно. Это, во-первых, либо очень дорогое производство нормальных персонажей, или же они просто не обнагали программу, которая может была доставать в течение десятилетий. Да. Это хороший вопрос. На самом деле, если вы купите в студии очень мощные компьютеры, это не сделает за вас красивую картинку. Это только позволит сделать ее профессионалу с меньшими матюками, скажем так, потому что можно делать классные вещи на слабом железе, но в основном все зависит от специалистов. Их огромный недостаток. Вот у нас в СНГ мы очень сильно отстаем от западной индустрии в этом смысле. Это раз. Во-вторых, ну, сами понимаете, кто спонсирует такие фильмы, кто их потом смотрит. Соответственно, ну, вообще, вот это все, интертеймент, то есть сфера развлечения, это все про деньги. А если мы говорим про деньги, то там, соответственно, ну, никто не будет, топовые специалисты, они не будут работать за бесплатно. Тем более, она таким, ну, как бы, я не хочу ничего сказать, я сам лично не смотрел этот фильм, но я подозреваю, что он направлен на определенную целевую аудиторию. То есть не очень, может быть, широкую. И поэтому, думаю, что чисто из тщеславия какой-то очень крутой художник не стал бы там работать. Вот это мое мнение. Пожалуйста, я вас здесь лучше всего сейчас отмечаю. Я не знаю, я не могу сказать. Вопрос по поводу полигональной модели, особенно та, которая была показана вначале, там здесь груз был черно-белый. Это работа одного человека, либо несколько человек? Нет, это работа одного человека, Адам Фишер. Ну, она интересна, я не знаю, сейчас пролистаю быстренько, чтобы было. Даже есть ролик на Ютубе, как он ее в реальном времени рисует, и на Ютубе его скринкаст, то есть запись экрана. Это в ZBrush, да? Да, это в ZBrush. Да, это уже 3D-скульпинг. Но на самом деле он состоит из тех же точек, о которых мы говорили. Разница лишь в том, что здесь их миллионы, и перемещаются они не по одной, как я говорил выше, вот на примере этого персонажа, а целой кучей, потому что они используются с помощью кистей, мы просто двигаем, как рисуем по модели. Поэтому, ну, посмотрите это видео, это Адам Фишер, скульптинг, и вот этот чувак из «Игры престола». Да, просто в поиске. Но я думаю, что время у нас ограничено. Спасибо вам за ленту. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.